А мы приехали в очень красивое место. Находится оно между городом Трувиль, в котором мы сейчас проживаем, и городком Анфлёр, в который мы едем. И именно здесь Сиена целует пролив Ла-Манш. Ну, впадает в Ла-Манш. Здесь очень красивый пляж. Здесь Эдик. И посмотрите, какую компанию не пускают на пляж собачек и кошек. Ну, собачка выглядит расстроенной, и у собачки прям в недоумении она леется. Окошко даже довольное, мне кажется. Итак, вот это место. Здесь такой барчик, библиотека. У меня вот это место выглядит очень ретро таким. И вот. Мы были здесь вчера вечером. Очень красиво, кстати, здесь вечером было. Солнце садилось. Но не было отлива. Сейчас видно сумасшедший отлив. Ну, в общем, что здесь? Река Сена. Там вдали можно рассмотреть мост. Вот отсюда его лучше видно. Знаменитый Нормандский мост. Вот. Здесь можно чуть-чуть его рассмотреть даже. Так. И вот эта река Сена. Ой. Река Сена. Да-да. Впадает в Ла-Манш. За мостом находится город Анфлёр. Очень красивый город. И он очень интересный. Это город, которым когда-то даже владели пираты. Более того, именно из этого города отправился один мореплаватель. Всё, не буду рассказывать. Расскажу уже потом. Ужасный ветер. В общем, вчера вечером здесь была вода. Сегодня вот что здесь. Боже мой, прыжок. Прыжок дикой пантеры был только что. О, здесь хорошо видно Нормандский мост, кстати. Это очень знаменитый мост. Так вот, этот Нормандский мост он один из самых больших мостов, подвесных мостов в мире. Если не ошибаюсь, был даже когда-то самый большой. Лучше-то и остался. Ну, вроде бы, где-то читалось, что сейчас появился конкурент у него. Где-то он ещё, где-то ещё больше. мост есть. Вот. Красиво же. Мы по нему ездили. Пореехаться по нему стоит денег каких-то. Я уже не помню. Но... Ладно. Ой! Поступила в воду. Буйки валяются. А это бедная медуза. Точнее, то, что от неё осталось. Вот так. Медаллажка. Ну, хотя, наверное, лучше умереть, чем жить медузой. Эрик, ты там кого? Кита рассматриваешь? А? Кого ты там? Кита рассматриваешь? Это было хамань. Представляете, сколько отсюда, туда когда-то было кораблей из Америки. Ну, что справедливо награбленным. Золотом, например. Да? Потому пиратство здесь тоже процветало. И Анфлёрт тому доказательством служит. Давным-давно, ещё в X веке, грозные викинги в устье реки Сена основали своё поселение. А спустя 500 лет этот городок, благодаря своему удобному расположению, был захвачен самыми настоящими пиратами и стал их базой. В общем, добро пожаловать в Анфлёрт, город, которым владели викинги и пираты, и который по сей день обожают художники и просто любопытные туристы. Вообще, история Анфлёра тесно связана с освоением американского севера. А началось всё на заре XVI века, когда мореплаватель по имени Жак-Картье присоединяет к Франции новые территории, которые назовут просто деревня. Что на языке ирокезов, проживающих в тех землях, звучит как Канада. Итак, мы приехали в город Анфлёрт, название которого, можно подумать, переводится как «цветочный город». Флёрт по-французски «цветок». Но нет, поговаривают, что у города, название города как раз-таки скандинавские корни, и значит, это устье. Я не знаю скандинавские языки, но, судя по всему, так и есть, потому что всё-таки в Нормандии, название Нормандия само о себе говорит, что всё-таки здесь живут потомки норманов. Итак, перед нами памятник сборщикам устриц. Когда-то устрицы были едой бедняков, сейчас это пища богов. Или просто богатых людей, или просто любителей устриц. Например, мы. Ладно. Город очень интересный, очень красивый, достоин внимания, и у него, конечно же, богатейшая история. Но ни специй, ни золота, ни бриллиантов новые территории не приносили. Поэтому Канада оставалась неосвоенной вплоть до 1608 года. Именно тогда отправившийся из Анфлёра в Канаду другой мореплаватель по имени Самуэль де Шамплен основал Квебек. После этого жизнь Анфлёра очень изменилась благодаря торговле Канады с Африканским берегом и Азорскими островами. Из этих мест во Францию поставлялся живой товар, то есть рабы. С тех пор город вошел в пятерку основных французских портов, специализировавшихся на работорговле. Французская революция и Первая империя плохо отразились на городе. Он подвергся блокаде и был практически разрушен. Частично его восстановили только к середине XIX века. И вновь торговля помогла городу подняться. Но на этот раз уже не рабами, а безобидной древесиной. Однако заеливание входа в порт и развитие портовой деятельности соседнего Гавра помешало Анфлёру вернуться на первые позиции рейтинга. Хотя порт и поныне функционирует. А еще Анфлёр носит неофициальное название «Колыбель великих художников-пейзажистов». Именно в Анфлёр приезжали в поисках вдохновения знаменитые пейзажисты. Например, Камиль Коро, Клод Мане, Жорж Сёра, Поль Синьяк, Агюст Ренуар, Гюстав Курбе. Клод Мане открыл для себя этот крошечный городок в пору собственного взросления. Здесь судьба свела юношу с художником Эженом Буденом, который и приобщил Клода к живописным сеансам на открытом воздухе. Он убеждал, что все, что написано прямо на месте, всегда обладает силой, мощью и живостью мазка, которых уже не добьешься в мастерской. Так Анфлёр и стал колыбелью импрессионизма. А вот эта улица называется. Чуримная. А еще вот здесь, сейчас покажу, есть голубятня вот за этой дверью, старинная такая, прям как средневековая выглядит. Но, к сожалению, закрыта она. Да, очень жаль. Вот эти ворота закрыты. Вообще, этот город, я не знаю почему. Этот город мне очень напоминает город Труа, который находится в Шампане. Очень похож визуально. Вот кто не был в Труа, обязательно побывайте или посмотрите, у меня есть видео о Труа. А кто был, тот может даже со мной согласится. Ну ладно, а мы идем гулять дальше по городу работорговцев, пиратов и художников. О как! Кстати, Тюремная улица называется потому, что когда-то здесь располагалась тюрьма. Вот она, слева от меня. Сейчас здесь находится музей этнографии. А вообще, многим домикам в Анфлёре по несколько сотен лет. А улицы не менялись с 19 века. Добавился только вай-фай, машины и люди в современной одежде. И как в таком городе без стаин, они здесь есть. И вот одна из них. Хотите, верьте, хотите, нет. Но где-то в пределах Анфлёра спрятан самый настоящий пиратский клад, который вот уже несколько столетий никто не может найти. И откуда же здесь пиратский клад? А все очень просто. Ведь, как я говорила ранее, городом владели пираты. Ну и более того, именно Анфлёр является родиной одного из самых знаменитых пиратов в мире. Он-то клад здесь надежно и спрятал. И так. В 1522 году несколько сотен конкистадоров под предводительством Кортеса сокрушили богатую империю ацтеков в Мексике и захватили личное сокровище верховного вождя Монте-Сумы, дочисто разграбив наполненное золотом дворцы и храмы. Сокровищ было так много, что даже доля простого солдата составляла сумму, равную состояниям богатейших людей в Испании. Отделив от сказочной добычи пятую часть для короля, Кортес поручил своему офицеру Алонсо де Авиле доставить сокровище королю Испании, императору Священной Римской империи, Карлу Пятому. И в декабре две каравеллы с бесценным грузом покинули берега Нового Света. Слухи о том, что испанцам в Новом Свете достались несметные сокровища, еще не завладели умами авантюристов всех мастей. Французские пираты редко заплывали с западнее Азорских островов. Но на всякий случай каравеллы Кортеса были очень хорошо вооружены. Хоть и солдаты, опьяненные победой в Мексике, не воспринимали всерьез каких-то там морских разбойников. И вот испанские корабли, под завязку груженные золотом, благополучно достигли Азорских островов. От них было уже рукой подать до Испании. Каравеллы встали на якорь у острова Терсейра. И Алонсо де Авилла отправился к губернатору. Для небольшого городка в три улицы это было огромным событием. У причала толпились любопытные, которые любезно согласились указать дорогу в дом губернатора. Важный испанский грант принял Авиллу при полном параде и заверил офицера, что лично позаботится об устройстве и отдыхе моряков. А еще вышли к очень старинному зданию, очень красивому, как все здесь. Но вопрос знатокам, что в этом здании сейчас находится, как вы думаете? Кто был, не подсказывайте. Так, вот оно перед нами, какая красивая, со шпилем каким, с часами. И вообще в таком красивом месте. Да, у Хохоешки, как здесь красиво. И вот, что здесь находится, что может находиться здесь? Ладно, покажу. Конечно же, общественный туалет. Что же еще в таком месте может быть? Да, господа, это общественный туалет. А это очень красивый костел перед нами. И мы в него сейчас, наверное, зайдем, если нас спустят. Святая Екатерина. Да, Святая Екатерина. Нас спустят в него, думаешь? Давай. Потому что мы, когда здесь были, здесь было закрыто. Ну, попробуем. Но мы сейчас попробуем зайти. И раз уж мы зашли в церковь, позвольте мне отвлечься от истории о пиратах. И рассказать вам об этом уникальном месте. Итак, деревянная церковь Святой Екатерины, которая была построена в 15 веке. Сегодня это самый крупный деревянный храм Франции. В 1875 году церковь была внесена в список исторических памятников. Храм посвящен христианской великомученице, покровительнице женской судьбы, Святой Екатерине Александрийской. Первый нефт церкви является самой старинной частью постройки. Он был создан сразу после окончания Столетней войны во второй половине 15 века. В его архитектурном решении были использованы образцы средневековых крытых рынков. А при строительстве применены принципы постройки судов, что создает впечатление, что мы находимся под перевернутым судном. Храм возводился без использования многих инструментов по традиции древних викингов. Балки, предназначенные для создания опоры нефа и боковины, имеют неравную длину, поскольку такого большого количества длинных дубов найти было очень трудно. Церковь частично покрыта черепицей из каштана. Храм очень необычный. Он потрясает воображение не только своим видом, но и своей многовековой историей. А какая здесь интересная картина. Вот посмотрите, тут прям целая история о том, как убивали миссионеров. Вот один уже лежит. Ну, тут один прямо на переднем плане вокруг много трупов. Этот следующий будет, но с другой стороны. Как говорится, мы вас не звали, а вы пришли, а потом устроили еще работорговлю. Ну, не миссионеры это устроили, но в принципе. Вы были первые. Ну, не, да. В общем, путь проложили, да. Только представьте себе, сколько эта церковь хранит воспоминаний о людях, которые здесь молились на протяжении многих веков. Впрочем, до сих пор перед отплытием в храм, как и предки, приходят молиться местные рыбаки. Ну, а мы возвращаемся к истории о Черном Ангеле Свободы. Да-да, именно так любили себя называть пираты. Итак, остановились мы на том, что Испанские корабли, груженные с золотом для короля, Бросили якоря у острова Терсейра. Таверны и притоны острова тут же распахнули свои гостеприимные двери. Портовый квартал превратился в бурлящий котел оргий и безумств. Матросы и солдаты на длительное время лишенные вина в Мексике наверстывали упущенное. Тела упившихся укладывали рядами на пляже. По обносившуюся в походах и плавании одежду соратники Кортеса сменили на расшитые золотом камзолы. У каждого на пальцах сверкало по три или четыре массивных перстня. Увидев такое, Авила приказал поднимать якорь немедленно, пока вверенная ему команда окончательно не разложилась. Губернатор же советовал ему дождаться военных кораблей из Кадиса и в их сопровождении следовать к берегам Испании, потому что в водах Азорских островов в последнее время случались нападения пиратов. Но дули попутные ветры, многие испанцы не видели родины по пять, а то и по десять лет, и Авила спешил завершить свою почетную миссию. А в то же самое время на северном побережье Франции процветало пиратство. Там, с благословения короля Франциска I, богатый купец и судовладелец Жан Анго охотно принимал на службу пиратов самых разных национальностей. Часто он и сам выходил в море на охоту. Разница между профессией купца и пирата здесь была небольшая. Именно на корабле Анго и служил черноволосый француз из города Анфлёр по имени Жан Флери. И вот испанские корабли, груженные золотом для короля, не дождавшись сопровождения, вышли в море. У острова Санта-Мария вдруг заметили восемь кораблей, которые шли наперерез с каравеллом Авилы, постепенно охватывая их широким полукольцом и прижимая к берегам острова. Это была эскадра Флери из состава разбойничьего флота Жана Анго. Испанцы забили тревогу, а Флери, между тем, отдал приказ приготовиться к абордажу. Пираты, вооружившись палашами и кинжалами, имели огромный опыт абордажных схваток. Они хорошо знали, какое оружие надо выбирать. Эскадра пирата пошла напролом, а вскоре и вовсе пираты заполнили палову противника. Испанские солдаты, защищенные остальными латами и шлемами, не могли в толчье в ход пустить свои алибарды. А вот ножи в руках нападавших оказались более действенным оружием. А когда пираты захватили все управление содна, у Авела не оставалось иного выхода, как сдаться. Открыв люк трюма, Жан Флери понял, что им досталась добыча немыслимой ценности. Золотые слитки, изумруды с кулак величиной, золотые и серебряные сосуды, кольца и ожерелья, идолы из драгоценных камней, золотые маски, украшенные золотом облачения жрецов, огромная серебряная змея, тысячи золотых пластин и множество предметов огромной художественной ценности. Таких призов еще не знала история морских сражений. Груз превосходил по своей ценности все, что до того времени перевозилось по воде. Но дороже всего были древние мексиканские рукописи, книги жрецов. Впрочем, они не вызвали у пиратов энтузиазма. Но велика была их радость, когда у кормчих испанских кораблей они нашли секретные карты Атлантики и берегов Нового Света. В них-то моряки знали толк. Сокровища разделили между пиратами. И свою часть Жан Флери спрятал у себя на родине Ван Флер. Но даже самым удачливым игрокам не всегда выпадает сильная карта. Побежденный вчера может победить завтра. Так случилось и с легендарным пиратом Флери. В 1527 году он возвращался из очередного пиратского рейда с богатой добычей. Между Канарскими островами и Испанией пират встретил мощную испанскую эскадру. Избежать стычки не удалось. Испанцы окружили французские корабли и навязали им бой. После нескольких часов жестокой битвы пираты были полностью разгромлены. Сам Флери, раненый, попал в плен. И был брошен в тюрьму вместе со своей командой. А вот раньше здесь стекла, не дождевая вода, а кое-что другое. И запах был, наверное, соответствующий. Кстати, я сейчас попахиваю. Нет-нет, да и да, думаю, здесь. Стрегут деревянные. Да. Да. Император Карл Пятый, узнав, что пират, который похитил его долю, схвачен, приказал доставить его в Толедо и там разбойника повесить. Это все будет. Это все будет. Корсар гордо принял свою участь. Его команда, те, кто сумел выжить, была выпущена из тюрьмы лишь спустя 4 года. Но после первой атаки Флери на корабли испанской короны, все суда, идущие из Америки в Европу, начали совершать переходы только под конвоем. Что стало началом создания системы, известной как Серебряный флот и которая действовала на протяжении многих столетий. А вот сокровища Флери, или как здесь принято его называть, Флориана, все так же и лежат в пределах города Анфлёр. А еще раньше, я не знаю, как сейчас, думаю, нет, но раньше точно каждый ноябрь в этом городе проходил фестиваль авторского российского кино. Но сейчас, наверное, не проходит. Вот, и именно благодаря этому в городском парке стояла собачка Муму с хвостом русалки была, она там сидела. Вот, потом она исчезла, эта собачка. Я не помню, ее кто-то установил, кто-то из российских режиссеров. И, честно говоря, я не сильно, не сильно об этих именах. В общем, собачка Муму исчезла. Утонула, наверное. Я уже рассказывала в шортс в одном об этом. И на ее месте посадили каштанку чеховскую. И сейчас там сидит каштанка. Никто ее не выбрасывает. Слава богу. Вот так. Вот такой он, Флёр. В общем, будете во Франции, обязательно посетите этот особый. Не похоже на другие французские и даже нормандские порты городок. Где царит атмосфера творческой богемы и в то же время какого-то неподдельного уюта. Это ожившая картина Клода Моне. Краски которой не меркнут никогда. И каждый, попадающий в атмосферу этой картины, постепенно начинает чувствовать себя настоящим французом. Философией жизни которого является неспешное восприятие и впитывание красоты, природы и вкуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот здесь висит плакат Жан Габен и Жан-Поль Бельмондо. Снимали в каком-то фильме вот здесь, в 61-62 году. Вот так вот. Ну все, мы вернулись в Давиль, Травиль. Вот это еще Трувиль. Ну а вон тут впереди уже Давиль. Собственно, как я уже говорила, это один город на берегу Ла-Манш. И пересекает их речка Тук. Вот такая красота здесь в Нормандии. Ну, не знаю, если я еще буду что-то снимать в Нормандии, мы скоро опять возвращаемся в Шампань. Потом вернемся на какое-то время в Прагу. И опять приедем в Шампань. Опять поедем в Париж. И все это вам покажем. Смотрите, как красиво. Все, всем спасибо, что были с нами. До встречи. Наверное, я пока весь в Праге. А потом опять во Франции увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok